Заслуженный артист России Олег Макшанов прочитал нам отрывок из текста «Тотального диктанта» 2010 года, который написал Борис Натанович Стругацкий. Ну а теперь от прошлого «Тотального диктанта» переходим к будущему. Буквально несколько минут назад мы узнали, кто станет автором текста «Тотального диктанта» 2023 года. И теперь у нас в студии уже не один писатель, а два. Андрей Геласимов с нами по-прежнему и Василий Авченко. Василий, здравствуйте. Добрый день. Как ощущения, Василий? Пока еще не понял, как ощущения. Вы с нами надолго. Вы с нами до весны следующего года минимум. Да, и как показывает опыт Андрея Валерьевича, вы с нами навсегда. То есть у вас бывших не бывает? Нет. Нет. Никого и никогда мы не забываем. Сейчас у нас будет такое небольшое интервью, разговор Андрея Валерьевича и Василия. Уважаемые зрители, вы можете задавать ваши вопросы в комментариях к трансляции, в нашем телеграм-канале. Мы все передадим. Давайте дадим возможность пообщаться нашим прекрасным авторам. Да, двум писателям. Прежде всего я хочу задать вопрос Василию, который мне задают журналисты. И все время меня спрашивали, когда я писал, после того как написал. Как выбиралась тема, Вася? Расскажи нам, что за тема? И почему ты остановился именно на этой теме? Да, мы сейчас впервые назовем тему тотального диктанта 2023 года. Дело в том, что... Ладно, скажу сразу. Текст диктанта я решил посвятить такой фигуре, как Владимир Арсеньев. Путешественник, писатель, ученый, исследователь Дальнего Востока. И сделал это по нескольким причинам. Во-первых, я и сам живу в Приморском крае всю жизнь, уже больше 40 лет. Во-вторых, послезавтра будет отмечаться 150 лет со дня рождения Арсеньева. Ну и в-третьих, безотносительно всяких юбилеев, мне кажется, эта фигура очень важная. Важная для нас сегодняшних. И она как бы отодвинута на периферию, как бы попала в некую тень. Я хочу ее вот таким образом подсветить. Мне кажется, что это будет всем нам полезно. Замечательно. Я просто напомню нашим зрителям, что именно по книге Арсеньева был снят фильм Дерсу Узала, знаменитейший фильм Акира Курасавы. Который получил Оскар. Совершенно верно, да. То есть это мировая слава у этого человека. Но, опять же, она как-то существует подспудно. Это мифология Дальнего Востока. Там есть музей Арсеньева в Владивостоке. Я там был, выступал. Замечательно, действительно, прекрасные места. Скажи, пожалуйста, с какими трудностями ты, прежде всего, столкнулся? Была ли в числе этих трудностей необходимость просветительской работы, что тебе надо объяснить читателю, кто это? Безусловно, была. Но я думаю, что я объяснять не буду. Я думаю, что если человек заинтересовался, наверное, он сможет найти информацию об Арсеньеве, почитать и его книги, и о нем. Дело в том, что действительно эта фигура, она такая непростая, в том числе и потому, что Арсеньев пытался браться за все сразу. Во времена, когда уже давно не было ни Леонардо да Винчи, ни Ломоносова, когда уже воцарилась узкая или узчайшая специализация в науке. А он, в общем, пехотный офицер с двумя годами обучения в Юнкерском училище, вдруг берется и за этнографию, и за археологию, и за их теологию, и за лингвистику. И, в общем, добивается успехов. Но все равно его тексты читать непросто, в том числе и потому, что они написаны на стыке документа и билетристики, на стыке науки и того, что мы называем художественной литературой. И в этом смысле путешествовать по этой вселенной, которую мы называем Арсеньев, можно очень долго. Я, наверное, остановлюсь на какой-то одной из его, если можно так выразиться, ипостаси или составляющих. Потому что сказать обо всем сразу, это, наверное, нужно писать какую-то очень толстую книгу. И она со временем, я думаю, кем-нибудь будет написана. А я здесь задачу, в общем, сузил до какого-то более частного вопроса. Но тем не менее. А вот смотри, ты сейчас, когда описывал особенности творческого метода Арсеньева, у меня было такое ощущение, что ты описываешь творческий метод свой собственный. Вы в каком-то смысле близки, да? Ну, наверное, да. Просто тут нужно сделать оговорку, что я, конечно, во-первых, ни в коем случае не равняю себя с Арсеньевом или с кем-то еще из великих. А во-вторых, естественно, здесь никогда не было никакого осознанного подражания или стремления. Другое дело, что, возможно, действительно способ взгляда на мир или способ осмысления окружающей действительности, ну, возможно, что-то общее есть. Я, на самом деле, еще вот позже нашел тоже такую неожиданную параллель. Допустим, вот в школе, когда нам давали читать Пришина, я как-то его не сильно читал. Мне казалось, что это неинтересно как-то, да. А во взрослом виде я его перечитал с каким-то таким ощущением откровения, вот, с полным восторгом. Вот. И понял, что, на самом деле, мне очень близок как раз его взгляд на мир, на природу, на человека. Вот. Но, опять-таки, я не равняю себя с Пришиной, просто говорю, что, возможно, люди иногда настроены, там, более или менее на одну волну. А дальше уже... Да, я понимаю. Здесь у нас, кстати, возникает феномен какого-то общественного маловнимания к некоторым именам, в том числе и к Пришину, который ты сейчас упомянул. Во Владивостоке же, кстати, когда я был, года два или три назад, на одном из первых фестивалей «Литр», я разговаривал с главным редактором издательства «Молодая гвардия», ныне покойным. И он мне... Андрею Митальевичу? Да, да, да. И он мне, ты знаешь, мы сидели, разговаривали, и он мне цитату из Пришина привел, которая меня просто поразила. Друзья, приготовьтесь. Цитата из Пришина. «Бог не любит всех одинаково, он любит каждого больше». Пришин. И я услышал, говорю, да ладно. Он говорит, ну вот такой писатель. Хорошо. Скажи, да? И тем более, ну, наверное, я считаю, его главным произведением, его дневник, который был полностью опубликован сравнительно недавно, в 21 веке, вот на нашей жизни. И там есть, конечно, и поразившие меня места, в том числе связанные с его путешествием и по Приморью в 31 году, где он провел... А, он бывал там. Три месяца провел в Приморье, написал после этого и «Женьшень», одну из лучших своих вещей, и очарковые вещи, «Олень цветок», «Голубые песцы». Вот, его еще предстоит нам открывать, безусловно. Замечательно. А, и с Арсеньевым они встречались. Арсеньев к нему приезжал в город Загорск и звал его в гости. И, собственно, Пришвин просто, он воспользовался его приглашением, только Арсеньева к этому времени уже год как не было на этом свете. Ах, вот как. И он пришел и принес цветы на могилу Арсеньева в Владивостоке. Я понял. Друзья, я вам сейчас поясню, Вася сейчас сел на своего любимого конька, потому что все, что касается вот краевидения, да, кто с кем, когда был, на чьей могиле присутствовал, какой корабль, какого числа вышел. Вася у нас прямо, он такой летописец, он большую работу в этом смысле. Ну, слушайте, это невероятно, потому что, когда я читала «Дальний Восток» и иероглиф пространства, как раз книгу, меня поразило, как сшивается время и пространство в привязке, опять же, к Дальнему Востоку. Какое отношение имеет к Владивостоку Мерлин Монро? Это можно узнать, прочитав эту книгу. И действительно, вот это сведение фактов и вписывание, что вспомнили, да? Вспомнили, да. Вот, сведение фактов и вписывание, с одной стороны, Дальнего Востока в контекст общей мировой, а с другой стороны, через призму Дальнего Востока, демонстрации тех процессов, которые происходили исторически, мне кажется, это очень важно. Это помогает нам чувствовать свое пространство, чувствовать... Ну и через себя это всегда что-то личное, лиричное. Это приличная история про Мерлин Монро и Востоку, которая заинтересована... Можно ли ее показать детям? Нет, 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 как раз неприлично, да. Не знаю, книжки более-менее приличные. Книжки более-менее приличные. Читайте книгу, люди, ищите эту историю. Я вот сейчас вот о чем подумал. У нас сейчас в студии два автора тотального диктанта, которые написали... Надо загадывать желание? Да, но надо вот здесь сесть между ними. Это само по собой. Это писатели, которые написали тексты, посвященные конкретному человеку. Андрей Валерьевич написал о Константине Циолковском, да. Василий написал про Арсеньева, но действительно очень разные эти люди. Циолковского знают все, Арсеньева знают немногие. То есть получается, что вы писали о человеке, который уже стал легендой для всех, кто имеет отношение к России, культуре, истории. А вы писали о человеке, которого знают немногие. Ну, за пределами Дальнего Востока, так уж точно. К сожалению, он превратился вот в какого-то такого местночтимого. Но... Мне кажется, поколение 50+, все-таки знает во многом. До сузала? Да, да, да. Андрей совершенно правильно сказал, что Курасава своим фильмом приложил... Это большой шаг по продвижению Арсеньева был. Ну и кроме того, ну, допустим, такой факт. В 20-е годы Арсеньев был издан на немецком языке в Германии. И предисловие к этому изданию написал Фритя Фнансен. Тоже звезда мировой величины, общественные деятели, полярник знаменитый. То есть это действительно фигура-то не локального значения, далеко не локального значения. Если мы ее вот сейчас задвинули вот в такую краеведческую резервацию, это совершенно несправедливо. Его надо оттуда вытаскивать, ну и объяснять, почему я так думаю. Но при этом у Андрея Валерьевича все-таки художественный текст. Я так понимаю, что в вашем тексте есть пространство и для вымысла художественного. А у вас вымысла нет? У вас текст такой документальный, посвященный Арсеньеву? Да, публицистичный, документальный. Да, да, я ничего не выдумывал. Будет ли там, будет ли он доработан, будет ли там какой-нибудь художественный вымысел или нет? Он останется документальным? Нет, наверное, вымысла нет. Я думаю, что он будет дорабатываться с командой тотального диктанта. Будет. По другим критериям, связанным уже со сложностями языка, с правилами и так далее. Ну да, три месяца, наверное, мы будем еще доводить диктант текст, вернее, который есть сейчас, до того вида, в котором он будет диктоваться уже, потом долго разрабатывать комментарии, потом разрабатывать системы автоматизированных проверок. Можно сказать, как это происходит. Это жестко вообще, друзья. Это было непросто. Да, мы, Василий, будем к вам всячески приставать, будем с вами вместе с этим текстом работать. Вопросы у филологического совета уже есть. Ужас, куда я попал? В что я ввязался? Да. Ну, уже поздно. Назад дороги нет. Уже 10 минут как. Что, смотрим, есть ли пока... Ждем вопросы. Друзья, можете задавать ваши вопросы. Что хочется еще сказать? Я хочу спросить, задать тот же вопрос, который я задавал ровно год назад на марафоне «Тотальный диктант» 2021 года Марине Степновой, которую мы тогда также представляли во время онлайн-марафона. Для человека, который не знаком с вашим творчеством, Василий, с чего бы вы посоветовали бы начать? Какую книгу почитать в первую очередь, чтобы узнать, кто такой Василий Авченко и какова манера его письма, может быть, даже немножко подготовиться к написанию диктанта тем самым? Ну, в первую очередь, познакомиться с вашим творчеством. В свое время мне понравилась фраза Андрея Битова, что каждый писатель всю жизнь пишет один текст. Я думаю, что в этом есть резон, поэтому можно брать любую книгу. Если она категорически не понравится, ну, наверное, и все другие тоже не понравятся. Поэтому у меня нет такого совета. Ну, вот Ольга упомянула книгу «Дальний Восток» и «Роглиф пространства». Я могу вспомнить книгу «Кристалл в прозрачной оправе», которая мне тоже очень дорога. А дальше как пойдет? «Правый руль» мне нравится очень. «Правый руль» — это моя первая книжка, которая была издана еще в 2009 году. Вот это все «Дальний Восток», это все такая, в общем, документальная проза. Да, Вася, в отличие от всех нас, остальных писателей, не врет. Он пишет, как все было. На самом деле. Кстати, у вас есть еще такой интересный, мне кажется, не каждому писателю доступный и понятный опыт, как соавторство. Вот тоже можете поделиться им? Ну, я думаю, соавторство оно всегда, каждый случай индивидуальный, каждый случай уникальный по-своему. Потому что я имел этот опыт сначала с Ильей Логутенко, лидерным группам «Умитроль», потом с писателем Андреем Рубановым, писателем-сценаристом профессиональным, и потом с филологом, доктором филологических наук Алексеем Каравашко из Нижнего Новгорода. И в каждом случае это была разная специфика, разный метод работы. Поэтому здесь все индивидуально. Но когда тебя с соавтором связывают какие-то хорошие дружеские отношения, это всегда происходит легко и происходит в удовольствии. В моем случае это было так. У рэперов это называется «замутить совместочку». Совместочка. Калаба. Калаба, да. Да, да, да. Что это такое? Как писать роман, живя в разных городах, и создавать художественное предупреждение? На самом деле, жить в разном... А вы по главе пишите, да? Ты главу он был. Стормовое предупреждение, да. Сейчас объясню, да, что это как раз по-разному. Не, на самом деле, как раз, по-моему, и нужно жить с автором в разных городах. И чем дальше и по километражу, и по часовым поясам, тем лучше. Как с любовью между родственниками, да? Как с любовью между родственниками. Потому что, ну вот, Ильф и Петров, там, я не представляю, как они, что они, сидели, и вот какой-то образ... Вот я не знаю, ты не изучал, как это было? Ну, они же только в шутку об этом отвечают. Да, так мы, вот помнишь, там, как братья Ганкуры, один пишет, другой там... Слышит. Да, да, всерьез, я не знаю, как на самом деле они писали, вот как это выглядело. Но у них получилось издавало. Ну, гиганты, да. Гиганты мысли от цирковской демократии. От цирковской демократии. Вот, но в моем случае было как? С Леонидом Логутенко, он придумывал, там, идею, а я там больше, собственно, писал. С Урбановым было, наоборот, я играл такую, в общем, я бы сказал, второстепенную роль, не то, что второстепенную, но Андрей профессиональный романист, он придумывает героев, он придумывает сюжет, вот, я этого делать не умею. А я просто нужен был как Владивостокский человек, который бы... Фактуру давал. Да, давал фактуру где-то, где-то следил за тем, что вот так во Владивостоке не говорят, или вот туда во Владивостоке не ходят, а ходят вот туда. Да, и герой, наверное, должен вести себя вот таким образом, а не вот таким. То есть, ну, такая, скажем, консультация, хотя это не значит, что я там ничего не писал, наверное, там что-то писал, но не больше 30%. А в случае с Алексеем Каравашко, когда мы писали документальную книгу об Олеге Куваеве, геологии, писателе, авторе известного в свое время романа «Территория» о поисках золота на Чукотке после войны, вот там мы как раз поделили уже, можно сказать, по главам. Я взял на себя больше биографическую, геологическую и дальневосточную часть жизни Олега Куваева, а Алексей больше взял на себя литературовическую часть, поскольку он профессиональный филолог, доктор наук, и вот этот анализ текстов литературовический, это было уже на его плечах. Ну, потом, конечно, каждый из нас влезал в работу другого в какой-то минимальной степени, но в целом было так. И, кстати, вот про Россию мы сказали, а когда я ехал сюда, в Ярославль, я как раз специально попросил, мы заехали в город Переславль-Залезский, в этом городе Олег Куваев ушел из жизни, так получилось. Так что видите, как все рифмуется. У меня там сын в учебке служил полгода, я ездил туда к нему. Я сейчас ехал в Ярославль на поезде Москва-Владивосток. Я специально выбрал этот поезд. А вы бы не сходили? Подождите, разве этот поезд идет через Ярославль? Да, он идет через Ярославль. А я не знал этого. Да, поезд Москва-Владивосток идет через Ярославль. То есть Россия номер один. Номер один, да. Да, по Транссибирской магистрали специально выбрал такой поезд. То есть вы махнули по Транссибу в Ярославль? По Транссибу, да. В Ярославль по Транссибу. Более того, в Владивостоке стоит стела, конец Транссиба, 9288 километров. А в Москве, именно на Ярославском вокзале, стоит такая же стела, но на ней почему-то указано другое число. Да, там 9298, то есть на 10 километров различается. Никто не знает точно почему. Шутники говорят, что просто зимой Транссиб от холода немножко укорачивается. А лето у Дуня. Вот я сегодня в полночь прошел мимо этой стелы на Ярославском вокзале в Москве, когда садился в поезд. Владивосток. Вы певец Владивостока, вы певец Дальнего Востока. Насколько есть ли у вас в планах, есть ли у вас в мыслях, комфортно ли вам было бы погрузить себя, своих героев в другие регионы России? И не мешает ли вам такая удаленность от Москвы, удаленность от европейской части России? В чем-то мешает, безусловно, а в чем-то помогает. Ну и поскольку я пишу о том, что я вижу вокруг себя, то мне лучше находиться где-то там. И тут еще какой фактор? Москва или Петербург, или вообще центральная Россия, или юг России, допустим, это территория, насквозь освоенная русской культурой, литературой, кинематографом, живописью, музыкой. То есть тысячи писателей, художников живут и это все дело описывают. А у нас там не то, что целина, но, в общем, такая недопаханная земля, и всегда есть чем заняться. То есть ты понимаешь, что куча каких-то тем, сюжетов, судеб. Ты на прииске. Да, на золотой жиле, естественно, я сижу. И на самом деле там несколько артелей туда, артелей можно туда запустить. А я там вот как-то вот один сижу, и, в общем, материала хватает. И я не сильно хочу влезать в материал, допустим, московский, просто потому что здесь уже сидит тысяча прекрасных авторов, и этим материалом занимается. Ну, это же прекрасно. Поэтому вот так. Ну, и кроме того, я думаю, что если я куда-то переберусь, я, конечно, что-то приобрету, но что-то и потеряю неизбежно. Я бы не хотел этого терять. У нас есть вопрос от зрителей, подготовленных. В вашем романе штормовое предупреждение происходит во Владивостоке. Можно ли Владивосток назвать персонажем этой книги? Если да, то каким персонажем? Можно, да. Речь идет как раз о романе «Штормовое предупреждение», который мы написали с Андреем Рубановым. И, конечно, там первую скрипку играл он. Действительно, действие происходит в Владивостоке, но не только. Там еще соседний город небольшой, под названием Большой Камень, и даже остров Путятин. Остров Путятина у южного побережья Приморья, на котором, кстати, тоже бывал Пришвин, и еще о нем написал песню Юрий Висбор. Вот там тоже у нас действие немножко происходит, ну и в море. Не, естественно, я так и думал, когда я участвовал в этой работе, что Владивосток должен у нас быть одним из героев. Ну, понятно, что, наверное, не главный, но все-таки и не эпизодический, не последний. Вот, я думаю, что... Мне вообще нравится вот этот подход. Я думаю, что могла бы быть большая книжная серия авторская. Авторская, в смысле, разные авторы, которые, живя в разных городах, или которые, они бы могли сочинять именно биографии городов. Не то, что путеводитель, что вот здесь у нас одна достопримечательность, а здесь другая. А именно биография городов. Город как организм, как он живет, развивается, видоизменяется, что там происходит. Вот город как герой, меня эта тема, безусловно, привлекает. В моем случае это Владивосток. Хотя я вот много времени там провел, допустим, в Магадане, и у меня Магадан вообще любимый город. Я там люблю бывать, и бываю при каждой возможности, которая подворачивается. Вот Магадан может быть героем, опять же, тем более я примерно понимаю, я его уже чувствую, поэтому не так, как Владивосток, но все-таки чувствую. Поэтому я мог бы что-нибудь о нем такое написать. И мне эта тема интересует, и кроме того, Владивосток еще город достаточно киногеничный. Порт, море, тайга по соседству. Ну, он такой, да, рельеф своеобразный. Это один из самых красивейших городов, которые я знал. Это правда. А я объехал много городов. Вот, но кино во Владивостоке практически не снималось. Ну, по понятным причинам, киногруппы редко до него доезжали и доезжают, там что-то делается. Но вот, пожалуй, единственное кино, где Владивосток не фон и не просто место действия, а именно герой, полноценный герой фильма, это фильм Николая Хамерики «Сказка про темноту». Вот, вот там действительно Владивосток показан героем, и мне это страшно понравилось. Еще один вопрос от зрителей марафона. Как вы относитесь к литературным премиям? Важно ли вам призвание, признание профессиональным сообществом? Это провокационный вопрос. Поддумай. Может, Андрей Валерьевич поддумать? Я бы себе советую. Поддумай сначала. О чем тут думаешь? Сейчас вот, пока я говорю, ты думай. Да нет, я что-то тут... Думать занятие сложное достаточно. Нет, конечно, важно. Давай, уже подумал, все, давай. Важно признание профессионального сообщества, безусловно. Важен премиальный процесс. Но я к нему отношусь скорее, ну как к элементу продвижения, безусловно. Как к очень... Ну я даже не говорю о том, что если человек получает премию, которая имеет материальное выражение, что деньги для человека не лишние. Это понятно. Но помимо этого, для меня гораздо важнее, наверное, даже то, что премия помогает читателю сориентироваться в книжной индустрии, понять, что вышла та или иная книга, что вот из чего состоит вот этот процесс. Это индустрия, если можно такое слово применить. Потому что у нас вот эта навигация, к сожалению, она какая-то вот сейчас разрегулирована или сбитая. То есть каким образом читатель должен узнавать о том, какие новые книги выходят в условиях, когда там критические рубрики как-то съеживаются, как шагреневая кожа в СМИ. Вот премии остаются одним из таких важных инструментов. То есть читаешь длинные списки и примерно представляешь, что у нас интересного вышло. А кто там получит премию, это уже, в общем, дело десятка. Но ты говоришь это с точки зрения читателя. Да, да. А вот вопрос был задан тебе как писателю. Ты не уходи от вопроса о состязательности процесса. Нет, ради бога, я только рад. Безусловно, важно, если я когда-нибудь что-нибудь получу, мне это будет, конечно, приятно. И с точки зрения самолюбия, и с точки зрения денег, безусловно. То есть я это говорю абсолютно без ложной скромности. Другое дело, что, ну, как-то вот, видимо, самолюбие как-то уже удовлетворено. То есть я так более спокойно отношусь к тому-то, что обо мне скажут. Вырос уже. Ну, да, верно, да. Время как-то прошло. И вот в этом смысле мне вспоминаются как раз слова упомянутого выше Олега Куваева, у которого в одном из писем была такая фраза. Достоинство каждого успеха в том, что он должен прийти тогда, когда тебе на него плевать. Если он прийдет раньше, тебе хана как человеку и как литературу. Понимаешь, дружище, но здесь возникает другая экзистенциальная проблема. Проблема обесценивания собственного опыта. Я просто себе ее знаю. Когда ты не радуешься своему успеху. А. Это серьезная проблема. Она прямо в депрессию ведет писателя, поверь мне. Я здесь с Куваевым бы все-таки подискутировал бы. У нас, кстати, такой привет от нижегородской команды «Тотального диктанта». Говорят, что Алексей Валерьевич Каравашко ежегодно диктует традиционно «Тотальный диктант». Мы думаем, что в этом году, в 23-м, он тоже будет диктовать. И такая у нас будет связь между городами. У нас осталось буквально три минуты. У меня короткий вопрос как раз про региональность, региональную литературу. Тоже мы немножко закидывали эту тему вначале и говорили. Так незаметно. Да, пробросили чуть-чуть. Вот вы говорите, что, понятно, вам комфортно жить в своем городе, во Владивостоке, писать про него, про то, что вы знаете. А вот с точки зрения литературного процесса и вписывания во всероссийских литературные ландшафты, насколько тяжело из Дальнего Востока пробиваться на федеральный уровень или быть заметным на федеральном уровне? Конечно, у вас это получается. Насколько это было бы проще делать из столицы? Ну, я не знаю, потому что в столице не жил. В моем случае это было просто. То есть я написал текст, отправил его в издательство Адмаргенем, они взяли и прочитали, и издали. И пошло. Другие говорят, что вот нет, вот самотек очень редко читают в издательствах. Но я вот говорю о своем личном опыте. Вот у меня было так. У кого по-другому? Я могу сказать, что с точки зрения издательской стратегии у Васи на старте его карьеры это был плюс. Точно. То есть типа парень откуда-то издалека и пишет так сильно, это круто. Это ровно так же сработало в случае с Захаром Прилепиным, понимаете, да, еще одним вашим автором. То есть, вау, это как раз работает в бонус для издателя. Ну что, нам нужно завершать. Да, вопросов все очень много хочется задать, но, Василий, как мы сказали, вы с нами надолго. Да, у нас впереди целый год. У нас будет конференция тотального диктанта, следующий онлайн-марафон, много еще интервью, мероприятий совместных. Поэтому завершаем. Спасибо вам огромное. Спасибо.